В расписании построение на линейку. Окончание школьных будней ознаменовал последний звонок. В Татарстане сегодня он прозенел для более чем 20 тысяч одиннадцатиклассников. К слову, в республике есть школы, в которых на выпускной больше двух не собираются. С учениками, получившими без особых стараний родителей, индивидуальное образование, увидела Сильвира Битулина. Батаршина, Залия, Зенатов, Алмаз. Список одиннадцатиклассников Казакларской средней школы Высокогорского района состоит из двух фамилий. В такой компании они проучились все одиннадцать лет. Если не приходил один ученик, значит отсутствовало полкласса. Если его не бывает, то я 50% считаюсь и все время делаю контроль не одна. 50% есть, значит контроль не надо делать. Это должно так быть. Или когда меня не бывает, она сделает. У кого списать, выбирать не приходилось. Не делать домашние задания не получалось. Спрашивали ежедневно. Причины не идти на занятия придумывали вместе. Только осталась у выпускников несбывшаяся мечта. Большой и дружный класс. Только, наверное, об этом и мечтали, скорее всего. Потому что вдвоем иногда трудновато играть ни с кем там. Шахматы, шашки только один вдвоем сидим там. А вот когда у нас физкультура, мы только вдвоем гоняем мяч, вот делать. Так нечего. Впрочем, выпускники позже добавляют внимание учителей, что в разы больше, чем в обычной школе, где в классе десятки детей бесценно. За годы прилежные ученица Залияй и немного хулиган Алмаз стали для преподавателей родными. За эти 11 лет они уже для нас стали родными. И это расставание для нас уже тяжелое испытание. Но мы надеемся, что они нас не подведут, будут честными, искренними, как в стенах школы. Что такое учиться в классе, где учеников по пальцам одной руки посчитать, знает и директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов. У учащегося маленькой школы военного городка было всего 4 одноклассника. Колокольчик для них звенел намного чаще, чем для современных учеников. На уроке и перемены, вспоминает он, звал тот самый звонок, который сейчас в школах звонит только когда уходят выпускники. Когда отсутствовала электроэнергия, сигналы все у нас подавались вот таким вот школьным колокольчиком. То есть вот он сейчас есть у нас в экспозиции музея. То есть запомнился вот этот звук, и мы всегда с нетерпением ждали того момента, когда учитель говорил, ну ребята, все, можно подавать звонок. Он как-то короче подавал этот сигнал, тут же хватали, кто сидел поближе. Или первый класс, или второй класс, мы примерно на одинаковом расстоянии от стола учительского находились. И вот хватали этот колокольчик, выбегали в коридор. И человек выбегал в коридор и начал подавать сигналы. Последний звонок сегодня прозвенит для 1011 классиков в республике. Для упасеков в Казани праздник впервые пройдет под открытым небом. Впрочем, последний звонок это еще не прощание со школой, всего лишь короткая передушка перед выпускными экзаменами. У тех, кто сдает информатику, биологию, историю, они начнутся уже в понедельник. Эльвия Ребятулина, Павел Прищепов, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан.